15 июня 2020 года Шри Шримад Бхактивиданта Ванагаслай Махарач Онлайн Харикатха из Вриндавана Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, подсительные поклоны лотосным стопам моих гурпат падма, нити лилбручную шнупат, аштатарашат Ши Шримад Бхактивиданта Ванагаслай Махарач также я предлагаю свои смиренные, почтительные, дандават пранамы лотосным стопам нити лилбручную шнупат, аштатарашат Ши Шримад Бхактивиданта Ванагаслай Махарач Всем старшим преданным, всем ващнавам, ващнави и собравшимся почтенным гостям. Итак, мы продолжаем обсуждать Гундича Марджаналилу, уборка храма Гундича. Господь Читани Махапрабу очень смиренно спросил Каши Мишры, Сарабам Батачари и Парича. Это одно ответственное заслужение в храме Гундича. Господь Читани Махапрабу хотел убрать, помыть храм Гундича. Эту катху мы начали обсуждать на предыдущем классе. И в соответствии с просьбой Читани Махапрабу преданные начали всё собирать необходимое для того, чтобы начать эту уборку. В особенности веники, глины, горшки, тряпки, чтобы мыть пол храма. Итак, мы продолжаем обсуждать все эти вещи. Бундича Мандири Гела Корите Марджан, Патха Мэ Марджане Лоя Скорила Судан. Витар Мандир Упара Шакал Ма Жила, Сингасар Ма Жи Пуна Сапан Аст Судан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И все преданные стали умыть, убирать храм, также воспевая святые имена, и они полностью погрузились в эти сладостные святые имена, и экстатические настроения проявились в их сердце. И когда Господь Читани Махапрабху мыл храм, то слезы катились из его глаз, потому что очень сокровенные вещи проявлялись в сердце Читани Махапрабху. Когда он убирал храм, то Господь Читани Махапрабху на самом деле был полностью погружен в настроение Шримати Радики. Это очень сокровенно. Я бы хотел об этом сказать вам. Когда Кришна оставил Вриндаван, Шримати Радика и ее саки испытывали боль и разлуки с Кришной. Когда Кришна оставил Вриндаван, в тот день, с того дня Шримати Радика и ее саки больше не убирали кунжу, не ухаживали за ней. И теперь кунжа была грязной. Шримати Бхагаватам объясняется, когда Кришна оставил Вриндаван, все в Радика и Радика, в Аси, испытывая боль и разлуки с Кришной, они не готовили в своих домах. Их в печи были полны этой пыли и покрыты паутиной, паутинами вообще, паутинами сетями. Итак, Шримати Радика и ее саки не убирали кунжу. И теперь кунжа наполнилась пылью. Но так или иначе, Шримати Радика услышала, что ее приятама Говинда скоро придет. И она подумала, я должна отбросить свое счастье. Я должна делать все для счастья Кришны. Шримати Радика подумала, если Кришна придет во Вриндаван, если он увидит, что все кунжи наполнены пылью, грязью, то он не будет счастлив. И для счастья Кришна Шримати Радика созвала всех своих саки. Шримати Радика говорит в этом стихе, я отброшу свое собственное счастье, Дуку. Ой, несчастье. Как сделать Кришну счастливым? Для счастья Кришны Шримати Радика созывает всех своих саки. О, когда мой пранаканта, Кришна придет, я украшу эту кунжу для его счастья. И мы не будем показывать никакого как бы как несчастья, выражения несчастья Кришны. Это означает, что это настроение Шримати Радики. Поэтому иногда преданные они исполняют этот прекрасный танец на эту красивую бенгальскую песню. Эта песня как раз таки связана с настроением Господа Читани Махапрабу. Как Читани Махапрабу он полностью, в полной мере погружается в настроение Шримати Радики. Потому что эта кунжа это проявление сердца Шримати Радики, где Кришна будет являть сладостные, любовные лилы Виласу Хридо и Гриха в сердце Шримати Радики. В сердце Шримати Радики это как прекрасное место доставляющее счастье Кришне. Эта кунжа неотлична также от самой Шримати Радики. Поэтому Шримати Радика думает мы должны вымыть это место. и так же вы должны прекрасным образом украсить Хридо Мандир это место и наполнить его Карпурой, Чанданой и Агуру этими ароматами. Карпура это камфора, Агуру это жидкий парфюм. Чандана это сандаловая паста и и Кункумай. Тогда Кришна будет счастлив. Таково настроение Господа Читани Махапрабу. Иногда преданные прекрасно исполняют этот танец. И когда они это делают я памятую об этих лилах. Итак, Читани Махапрабу он проливал слезы, столько экстатических эмоций проявилось его сердце. И Господь Читани Махапрабу полностью погрузился в настроение Шримати Радики проливал слезы и собственными руками мыл и убирал весь храм. Таким образом Господь Читани Махапрабу вымыл храм и кухню Богомандир и все этажи храма. Он собрал всю пыль, солому и маленькие кусочки пыли, грязи, все это собрал в свою утарею одежды саньяси и вынес на улицу, выпросил. таким образом и все преданные также собирали всю эту пыль, соломинки и выбрасывали очень далеко от храма. храма. И махапрабу спросил всех преданных. Я хочу посмотреть, сколько Вы собрали пыли, мусора. Тогда я увижу Ваши усилия, Ваши старания. Таким образом, все призанные, они собирали свои кучки с мусором, но у Читани Махапрабу была самая большая кучка. Таким образом, Читани Махапрабу говорил, вновь нужно по второму, по третьему разу вновь и вновь все вымести. Потому что один раз, когда подметете, что-то остается, но когда два, три, четыре раза Вы подметаете, Вы должны вот так вот несколько раз проходиться по одним и тем же местам. И Читани Махапрабу учил, не один раз пробежались, нужно два, три, четыре, даже пять раз вновь и вновь все выметать. Таким образом, Господь Читани Махапрабу посоветовал им даже маленькие крупицы пыли или какие-то колючки, там могут остаться все, Вы должны собрать, вновь и вновь проверить все места. И некоторые преданные Принесли воды из Нарендра-Саровары Сотни-сотни Глинных горшков с водой И они ждали, когда Господь Читани Махапрабу даст им знак, наставление, чтобы они начали выливать ту воду на пол. Тогда Господь Читани Махапрабу Повсюду начал лить воду на стены храма, на пол и сам начал вымывать Симхасану, алтарь. Господь Читани Махапрабу сам вымыл алтарную Господа Джуганадхи, где он будет находиться. Глинных горшков с водой Начали лить воду на пол храма Некоторые преданные Лили на лотосные стопы Читани Махапрабу Иногда скрытым образом они Принимали Пыль, ой, воду, которую омывали лотосные стопы Читани Махапрабу Некоторые просили у других Дай мне немножечко этой воды Которая была Были омыты стопы Читани Махапрабу Итак, Господь Читани Махапрабу Мыл храм Начали всю воду гнать Из храма Наружу Во двор Господь Читани Махапрабу Сам Вымал Всю алтарную Симхасану Таким образом Вновь и вновь Они лили воду в храме И алтарная стала Полностью чистой Прохладной Нежной То есть она была Как Вот это Храм сердца преданных Тысячи Тысячи и тысячи Преданных Несли воду с Наринда Саровары Иногда То есть Некоторые из колодцев Несли Иногда Они А то есть они Выливали воду И возвращались Набирали вновь Нитянада Прабуа Двайт Ачарья Сваруб Дамодар Том Потому что они старшие Преданы когда несли воду они в общем иногда эти горшки они сталкивались друг с другом и разбивались и поэтому несли новые горшки когда они не приносили воду то они воспевали только лишь святые имена каково учение этого воспевайте святые имена своим своими устами своим языком но служите гуру и руками никакой граммья катхи не должно быть мирской катхи таково учение господа читания махапрабху не разговаривайте на мирские темы и не слушайте мирское и как они несли эту воду один то есть один другому передавал как бы как по цепочке и так они переправляли один передавал другому две линии были одна линия те кто передавали воду а другая линия они передавали пустые горшки чтобы вновь набирали воду один горшочек когда они передавали они не говорили принесли воду или дай мне горшок они обращались друг другу хари кришна хари кришна махапрабху махапрабху он ходил преданным и смотрел как они служат махапрабху он как такой нас смотрящих был он подходил не спереди а сзади наблюдал он очень нежно если кто-то плохо убирал он нежно на ушко ему шептал о как ты хорошо служишь замечательно твое служение превосходно что это значит ты плохо служишь потому что преданный на досмотр то здесь только преданных ну можно мне не напрягаться как например один царь он построил пруд подумал я наполню его молоком и тогда царь провозгласил завтра все жители моего царства должны будут принести молоко понимаете в горшках этот пруд наполнится водой и будет дугда саровара молочная саровара и в общем каждый должен был принести по пять литров там сколько-нибудь и так этот пруд наполнится водой весь этот пруд наполнится молоком и соответственно с наставлением царя все принесли ну все подумали тысячи тысячи людей придут все они принесут молоко если я принесу литр воды обычные кто это проверит все молоко будет лить а я водичку налью никто меня не увидит и все так подумали жители и так этот пруд наполнился обычной водой а не молоком таким же образом некоторые преданные они ленивые иногда преданные ленятся ленивые преданные подумают думает здесь только сэвака в храме если я не сделаю там кто-то другой сделает и в итоге кто делает никто не делает сэву таким же образом господь читань махапрабу он подходил к преданным сзади господь читань махапрабу иногда прославлял тех кто хорошо служил и господь читань махапрабу поощрял их вы должны иметь ништху в прославлении овощна в этом материальном мире люди будут прославлять вас но это прославление подобно испражнениям свиньи но когда господь читань махапрабу он прославляет тех кто должным образом выполнял служение мыл там все потому что в бхакте есть две вещи крышнарты акил честа парайн и крышнарты акил бога тял крышнарты акил честа парайн это означает все усилия должны быть направлены на кришну для его счастья и крышнарты акил бога тял ради счастья крышна вы должны оставить чувственное удовольствие если некоторые преданные плохо служили недолжным образом то читань махапрабу он очень сладостно к ним обращался не сурово здесь говорится повитравасан очень сладко вот это хорошо тут все делаешь повитравасан ого ты так хорошо служишь ты должен учить других как нужно правильно делать то есть внутреннее значение что выпал ну ты неправильно делаешь когда они услышали это сладостное слышали сладостное ну как ну не наказание а когда они так чуть-чуть ругали когда читань махапрабу ругал их так вот сладостно нежно то они очень смущались стеснялись чувствовали себя ну как бы стыд и начинали служить правильным образом таким образом все преданные вымывали храм полностью и джагмоган то есть возвышенное место где должен был сесть господь джаганатха другая лила один очень простой гаудея преданный мальчик был очень простой ну как вот деревенский мальчик простой он заметил что некоторые преданные они принимают воду которая мыла стопы читань махапрабу поэтому этот гаудея бакта просто сердечный деревенский мальчик взял воды горшочек и напрямую подошел и полил на стопы читань махапрабу и напрямую зачерпнул и выпил этой воды читань махапрабу очень разгневался из этого а внутри читань махапрабу был счастлив потому что он своем бхагаван все должны принимать вишну чернабриту бхагават чернабриту но внешне читань махапрабу разгневался почему позднее мы скажем об этом потому что иногда сахаджи саки беки те кто не следует правилам предписания они будут говорить о ученики принимайте воду которую мыли мои стопы они будут говорить я бхагаван позднее мы будем говорить о значении гундича марджана сейчас я просто зачитываю шлоки и позднее мы будем говорить о смысле затем господь читань махапрабу махапрабу расстроился и позвал сварупа дамодару сварупа посмотри вот этот гауде мальчик что он сделал читань махапрабу расстроился и сказал посмотрите внутри храма господа джаганадхи и этот мальчик омыл мои стопы и выпил эту воду это оскорбление это называется сива аппаратха называется сива аппаратха вы не должны омывать стопы внутри храма потому что можно подумать что джива и бхагаван это одно и то же вы не должны так делать в шастрах говорится что гурдев это ашрая бхагаван а кришна это вишая бхагаван также вы не должны ничего принимать кушать в храме праупат рассказал очень простую историю такур гхараке кто внутри храма такур же пуджари сказал я не ел банана понимаете смысл такой один пуджари предложил прекрасные бананы если вы отправитесь в Южную Индию то бананчики там очень вкусные прекрасные такого даже красноватого оттенка внутри и снаружи и очень сладостные один банан такой сидите желудок наполнится я помню когда я путешествовал по Южной Индии и я прибыл в одно место я купил два банана за 5 рупий такие вот огромные 12 дюймов это они такие сладкие и насыщенные железом и два банана таких съедаешь и все больше ничего не надо не нужен завтрак не понадобится вот такой вот большой банан то есть два таких банана съел все желудок наполнился ничего больше не надо для завтрака вот таких двух бананов достаточно сполна за 5 рупий покупаешь такие два банана и все наелся да на хинде гордых говорит что такое блаженство этих бананчиков а бананы в путешествие нельзя с собой брать нельзя в дорогу брать бананы и так история пуджари предлагал эти бананы и у него уже слюнки текли он подумал после предложения я вынесу эти бананы кто-то съест и я не получу ничего и поэтому он предложил такураджи и уже предлагая он начал есть и один брахмачари саньяси они снаружи ждали а че это ну так долго алтар ну не открывают эй кто там внутри в храме а пуджари этот говорит на хинде говорит в общем не было сказано что что этот пуджари сказал ну типа я так понимаю что я не ел бананы я не ем бананы он сказал в общем нельзя в храме на кухне кушать в алтарной и на кухне нельзя принимать присад это будет сева аппарат хай это не махапрабу смиренная сказал я обыкновенная джива а он поклонялся то есть омыл мои стопы таково было проявление смирения господа я в ад отправлюсь из-за этого на кухне я не знаю но и на кухне и на кухне и на кухне Перед читанием Махапрабу. Но когда он его выставил наружу, он сказал, похлопал по спине, он сказал, ты все правильно сделал. Потому что нет никакой разницы между Господом читанием Махапрабу и Джаганадхой. Сваруб Дамодара очень смиренно стал молиться лотосным стопам читания Махапрабу. Махапрабу, ты такой, он же просто невинный деревенский мальчик. Пожалуйста, прости его. Такова Прадхана. Это очень важно. Когда вы поклоняетесь Такурджи, выполняете виграха Севу, то после поклонения вы должны молиться Такурджи. О чем? О Такурджи, о Кришна, я не знаю никакие мантры, тантры. Я просто следую наставления Гуру Вайшнауф, поклоняюсь тебе. И я совершал оскорбление твоей лотосных стопам. Пожалуйста, прости меня. Это очень важно. В Арченадипике все это описывается. Я совершил миллионы, миллионы оскорблений твоей стопам. Но ты Пурушотам, Богован. Как же я могу послужить тебе? Брама Шива Нарада. Они великие твои слуги, выполняют такое служение. А я незначительный твой слуга. Пожалуйста, прости все мои оскорбления. Господь не принимает оскорбления. И Махапрабу обрадовался. И потом вновь созвал всех преданных. Может быть, остались какие-то пылинки или соломинки. И вновь давайте все уберем. Это вот показывает то, как мы должны чистить наше сердце. Хридой Мандир. Господь Штань Махапрабу очень сладостно ругал. Он говорил, я вас буду наказывать. Если я вижу, что вы меньше старались, то я придумаю для вас наказание. Какое? Вы должны будете накормить ваишнавов, так же, как Нитянада Прабу наказал Прагунатда с Госвами. Ты должен накормить всех преданных. Так же Читань Махапрабу. Таким образом, весь храм Гундича стал таким нирмал, очень чистым. Такова Манакшикша. И когда эта вода выливалась, казалось, как будто тысячи тысячи рек встречаются с океаном. Затем Читань Махапрабу начал мыть в Нарисимха храм. Снаружи там еще один такой храмик на Нарисимхе. И затем Читань Махапрабу немножко отдохнул и начал танцевать. Таким образом, Господь Читань Махапрабу начал танцевать. Примадхарма Махапрабу это три вещи. Тарджик, танец, пение и игра на всевозможных музыкальных инструментах. И когда Господь Читань Махапрабу пел, танцевал, пот стекал с него, и также пулак, к статическим настроениям, его тело начало трепетать. Когда Господь Читань Махапрабу танцевал к стазе, он так плакал, что все преданные были мокрыми, мокрыми от слез. Читань Махапрабу. Вчера землетрясение было. Откуда? Наверное, Читань Махапрабу танцевал, и поэтому все три мира начинают дрожать. Бхумика Кэйла, то есть землетрясение. В особенности Сварупа Дамодар. Его пение такое сладостное. Читань Махапрабу всегда слушает сладостный голос Сварупы Дамодара. Удивительный Киртанье. Сварупа Дамодара это лучший певец Киртанье. Когда Сварупа Дамодар пел, то Читань Махапрабу он начинал танцевать еще больше. Таким образом, затем Читань Махапрабу отдохнул. Сын Адвайта Ачария Гопал Махапрабу сказал ему, повторяй святые имена. Адвайта Ачария Гопал и Гопал сын Адвайта Ачария он потерялся, он пел, начал петь и потерял сознание. И у этого мальчика как будто не было даже жизни в теле. и у этого Ачария подумал, что же теперь делать. Тогда Адвайта Ачария взял воды и начал повторять Нарсимха мантру и сбрызнул тело своего сына Гопала. Ой, смесь. А этот мальчик не просыпался, не мог прийти в себя. Жизнь не возвращалась к нему. Махапрабу Другая лила. Махапрабу коснулся груди этого мальчика и Махапрабу сказал, эй, Гопал, а ну, просыпайся, танцуй давай. этот мальчик сын Адвайта Ачария Гопал вернулся в сознание и стал успевать святые имена. Христос Таким образом, Бриндаван даст-хакур описывает в читании Бхагават. описывает в читании Бхагават. И так в соответствии со старшеством преданные служили там. Харидас Такур очень смиренно находился далеко, сидел далеко. Виттани Махапрабу позвал его. Харидас! Когда Махапрабу позвал Харидаса, Харидас Такур сказал, «Прабу, я такой падший, как же я могу сесть среди преданных? Я не квалифицирован». Харидас Такур сказал, «Прабу, когда ты примешь Прасад, я приму остатки твоей трапезы». Итак, после уборки храма, Читань Махапрабу принял Прасад, Читань Махапрабу сказал, «Раздайте всем преданным Прасад хороший, а мне?» Ну, просто это овощи, смеси овощей дайте. В следующий раз я объясню значение, что значит Гондичи Мардина, Лила, уборка храма Гондичи. Спасибо всем преданным, вся слава всем преданным. В общем, подключайтесь. Сейчас готово. Продолжение следует...